Дорогие друзья! У кого-то процентов, а у кого-то и 10% от стоимости всего набора с этим танком. Так вот, ребят, отвечаю на ваш вопрос сразу же. Танк далеко не топовый, плохим его назвать язык не поворачивается, это абсолютный среднячок среди СТ-шек 8 уровня. У него есть как ярко выраженные плюсы, так и ярко выраженные минусы, от которых лично у меня было неприятное чувство, когда я его выкатывал. Сейчас я вам о всех плюсах и минусах расскажу. Ну, а что для вас критично, что для вас важно, вы уж сами там смотрите, принимайте решение. Я свою позицию высказал. Танк среднячок далеко не самый топовый. Показываю двух победителей с прошлого ролика для того, чтобы не забыть это сделать в конце ролика. Напоминаю, что вам нужно оставить любой комментарий по теме ролика, если вы хотите принять участие в раздаче голды, хотя бы из 4-5 слов. Ну и в конце указать свой танковый ник без ошибок, это очень важно. Ну и, ребят, конечно же, прожимайте лайкосы. Не важно, понравилось ли вам это видео, не понравилось. Если вам важно мнение, альтернативное мнение от других блогеров на ютубе, поддерживайте каналы, которые вы смотрите. Иначе эти каналы перестают ютубом продвигаться, ну и, соответственно, потихонечку начинают откисать. Итак, ребят, что же вам может понравиться в Альтпротто АМХ-30? Первое, что вам сразу же бросится, как только вы со старта поедете раскатываться, это его динамика. Динамика у него действительно приятная. Танк, можно сказать, динамичный, вертлявый, мне понравился. То есть вот с этими вопросами, ну, у вас все будет хорошо. То есть вы кайфуете, катаясь на нем. Это реально хорошая машина с точки зрения динамики. Следующее, что вам понравится, пробитие 232 ББшкой и Альфа-300. Вот что ни крутите, это хорошие показатели, в том числе и больше 260 на подкалиберах. Причем голда здесь ультимативная, она не имеет недостатков перед ББшками. То есть если вы будете играть не на фарм серебра, а на урон, то подкалиберы вы возьмете, и ББшки вам даже не потребуют. Ну, просто нет преимущества ББшек перед подкалиберами на этом танке. То есть это чисто голодозависимый танк, если вы хотите играть на максимальной эффективности. Хотите фармить, он с этим тоже справится. 232 пробоя покажет вам хороший результат. Что еще вам понравится? Вам понравится, что несмотря на то, что это французский и достаточно слабо бронированный танк, не надо ждать от него каких-то чудес по танкованию, маска орудия у него все-таки кое-что отбивает. Причем под кое-что, я говорю так, что даже некоторые танки 10 уровня без страха можно выезжать в башни. Ну, как без страха. В надежде на то, что противник немножко растеряется. Но как только он зарядит голоду с пробитием больше 280, там их даже больше 290, ваша маска перестанет что-либо терпеть. Ну, а если противник даже без голды захочет вас пробивать, то со временем научится накидывать слева, справа от маски орудия. Ну, или в корпус, если вы его подставите. В общем, мало не покажется. Не стоит сильно рассчитывать на броню этого танка, но при всем при этом играть от башки на нем реально приятно. То есть это машина, которая может играть от башки, потому что кое-что вы танчите. И мансуя вперед-назад, просто не давая противнику выцеливать вам слабые точки, в целом можно играть и танковать от башки. Да еще и 11 градусов углосклонения вниз, это тоже очень круто, клево, приятно. Вы выходите, вы практически не выставляете корпуса. В большинстве рельефа можно найти позиции, где вы будете играть чисто от маски орудия. Это все про плюсы, это хорошие плюсы. Теперь давайте поговорим о минусах. Танк нереально косой. У меня точность была у танка 0.31. Это считается очень хорошей показателем точности, с такими показателями можно стрелять. Может быть мне как-то не повезло, но у меня снаряды при полном сведении вечно не хотели лететь туда, куда я целюсь. Вот это я вам показываю бой, где более-менее нормальные снаряды летят. Кроме того, здесь есть еще одна неприятная такая особенность. Такое ощущение, что вроде бы 2,2 секунды время сведения, но танк вот ощущается, что он хочет сводиться долго-долго-долго-долго-долго. Хочется поставить усиленные приводы наводки, и еще ему не хватает стабилизации. И вот у вас остается выбор. У танка отвратительный урон в минуту. У него перезарядка очень долгая. Да, альфа 300, но извините меня, там 10 секунд. Ладно, у меня меньше 8 секунд, но это я поставил боновый досылатель, и поставил еще расходку на досылатель. Еще вот тут это доп-поечек стоит. В общем, на то, чтобы стрелять часто и много, здесь все вкачано, и то урон у меня получился всего 2400. И это с тем, что я поставил сюда вентиляцию и досылатель. Это тоже влияет в вентиляции на урон в минуту. Но без вентиляции вы сразу теряете. Ребята, вот невозможно на этом танке без вентиляции иметь топовый обзор. Видите, в этом бою у меня обзор меньше топового. Это значит, что вы будете, ну, немножко подслеповатым. Меня лично это не устраивает. Но при всем при этом у вас вот вечный выбор будет. Сами разработчики к этому танку в нагрузку дают улучшенные повороты башни механизмы, стабилизатор и усиленные приводы наводки. То есть все на то, чтобы быстро сводиться. Это чё ж получается? Мне надо отказаться от урона в минуту, да, ДПМ просадить свой. Ну, возможно, это имеет смысл, но я не пробовал. Также очень хочется сюда поставить улучшенный прицел, потому что мне было точности недостаточно. У меня был бой, где я попал в топ, я просто ехал вперед и разрывал противников. Я не нанес там колоссальных цифр по урону. Знаете почему? Мне не хватило ДПМа, пока я просто перезаряжался. Ну, 300 альфы не такая прям вот большая цифра, чтобы можно было перезаряжаться, грубо говоря, там больше 8 секунд, да. К сожалению, противники теряли свое ХП от моих союзников, вот. Поэтому ДПМ-чика танку тоже, на мой взгляд, не хватает. ХПшки очень быстро теряются. Как только вы начинаете получать пробитие, вы заметите, что у вас очень быстро тает процентное соотношение запаса прочности. Тут очень мало, на мой взгляд, прочности. Танк с точки зрения выживаемости вот в таких ситуациях слабо себя показывает. Не забывайте, что всякие танки 10 уровня еще вас будут без проблем прямо в маску головой пробивать. То есть танковать тоже надо. Ну, борзеть, когда едете на противника, тоже надо понимать, когда и в какой момент это правильно делать. Итого, ребята, у танка вам, скорее всего, понравится динамика, понравится комфорт игры от башки. Он действительно здесь присутствует. Вам понравится урон разовый, и вам понравится пробитие. Вам не понравится перезарядка, вам не понравится то, что вас очень быстро убивают при совершении вами ошибок. Кстати, посмотрите, башня поворачивается. И также вам первое время будет непривычно, потому что машина требует к себе аккуратного отношения. То есть надо понимать, как на ней играть, к ней надо привыкать. Отсюда я могу сказать то, что я и сказал в начале ролика. Танк не имбища, но и плохим его назвать нельзя. Он в данный момент играбельный, даже для кого-то, может быть, и интерес в таком геймплее будет, но лично моим фаворитом он не станет. Рассказал все как есть, все как было на стриме, поэтому не забывайте прожимать лайкосики, подписываться на канал. С вами прощаюсь и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok